Добрый вечер всем вам представлюсь. Меня зовут Пьер Бунис, я генеральный директор АФНИК, господин министр европейских и иностранных дел сегодня у нас примет участие в дискуссии госпожа Дарес Литар, федеральный советник Департамента Швейцарии, господин Кристиан Хирт. Старственный секретарь Федерального министерства экономических дел и энергетики Германии, господин Андрей Салливан, госпожа Алина Сантамур. Я очень рад тому, что у меня есть возможность сегодня стать модератором этой дискуссионной группы. Я благодарен организаторам форума за то, что меня выбрали на эту роль. Как я уже сказала, я являюсь генеральным директором АФНИК, это французская ассоциация по присвоению имен в интернете и сотрудничеству. С прекрасной командой я сотрудничаю в рамках этой организации. Уже 20 лет, как в нашей организации практикуется сотрудничество с различными заинтересованными сторонами. То есть этот подход себя оправдал и зарекомендовал по нашим отношениям. Это достаточно скромный контекст, который является контекстом доменов. Очень важный, несомненно, вопрос, но, тем не менее, ограниченный по сравнению с теми властями, о которых говорил сегодня президент республики. Вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать, заключаются в том, как такой многосторонний подход, каким образом такую модель можно столь же эффективным образом приложить к нетехническим проблемам. Насколько целесообразно применять такую модель к нетехническим проблемам? Так или иначе, это находится в самом центре той проблематики, которую сегодня мы будем обсуждать. Каким образом от протоколов и каких-то соединений перейти к их последствиям? Здесь форум наш находится на пересечении двух миров, можно сказать. Один мир технический, другой мир ценностей, этических в том числе, касающихся самых различных аспектов. Таким образом мы можем объединить технический подход с политическими, этическими ценностями. Я буду очень рад, если господин министр европейских иностранных дел с нами смог бы поделиться своим видением дальнейшего развития управления интернетом, каким образом правительство в данном случае соотносится с частным сектором, с гражданским обществом. И прежде чем передать вам слово, господин министр, я хочу отметить, что вам не впервые придется выступать на эту тему. Вы уже говорили на эту тему, когда вы выступали по вопросам киберобороны, когда вы говорили о развитии цифровой экономики во Франции. Сейчас я с удовольствием передаю вам слово. Спасибо за то, что предоставили мне слово. Спасибо, что напомнили мои предыдущие выступления. Я в достаточно своеобразном положении нахожусь. Говорю это моим коллегам по дискуссионной группе и аудитории. Я, так сказать, уже по итогам выступления президента выступаю. Это часто со мной происходит. Но сегодня я воспользуюсь такой ситуацией, чтобы не повторяться. Не буду вновь говорить о тех революционных изменениях, которые повлек за собой интернет. Ну, раз уж вы сослались на мои предыдущие должности, я хочу лишь отметить, что последствия этой цифровой революции очень непосредственно меня касаются. В том, что касается, в первую очередь, терроризма, киберпреступности, преследований, дезинформации. С этим я давно сталкиваюсь в своей работе и продолжаю сталкиваться. Президент Республики сегодня говорил о тех проблемах, с которыми все мы сегодня сталкиваемся. Вы говорили о проблематике норм и стандартов. Основные сложности, которые перед нами стоят, это не технические сложности, а сложности политического характера. То, что сейчас нужно обдумать, в первую очередь, обсудить, это нормы и принципы, которые лежат в их основе, на которые частично президент Макрон только что ссылался. Я вижу, что все это непростые вопросы. Риск возникает в данном случае прежде всего в том отношении, что мы отстаем от реалий, поскольку наша способность к инновации может оставлять желать лучшего. Мы не всегда справляемся с теми проблемами, которые перед нами встают, в частности, в том, что связано с новыми угрозами, и не навредить при этом экономическому прогрессу. Ну, мы, как говорил президент, мы не должны никаких жертв сделать в том, что касается основных свобод. Но при этом закон джунглей не должен царить в киберпространстве. Нужно учитывать то, что и частные структуры не должны пользоваться правом сильного в киберпространстве, так же, как они не имеют права это делать в пространстве физическом. Я говорила о необходимости учитывать обязательства и ответственности одних и других, и все вместе мы должны стремиться к созданию норм, которые на сегодняшний день пока еще не существуют. Мы должны вместе их разработать. И мы должны сделать это там, где больше всего назрела необходимость в этом. И прежде всего речь идет о регулировании. Но, с другой стороны, скажем, если у нас есть закон, который применяется на территории какого-либо района или страны, а в других странах совсем другие законы, и там он уже не действует, это тоже не есть хорошо. И, к тому же, такое отсутствие координации, скажем так, может, наоборот, привести к весьма плачевным последствиям именно в правовом поле. Так что мне нужно работать на мировом уровне, на международном уровне, сотрудничать друг с другом в этой области. Понятно, что ООН уже такую работу ведет, и работа эта, хотя и, может быть, не решает пока всех проблем, в любом случае абсолютно правильно то, что она ведется на уровне ООН. И потому что именно в рамках такого сотрудничества можно выработать такие решения, которые позволят нам решить эти проблемы сообща. Здесь хочу подчеркнуть важность объединения усилий всех сторон, гражданского общества, экономических, игроков, правительств. То есть сотрудничество должно быть многосторонним. И вот господин президент Макрон как раз призывал именно к такому сотрудничеству. То есть база для регулирования должна создаваться сообща. Сегодня утром был опубликован так называемый парижский призыв. И мне кажется, что это очень важный инструмент, который позволит нам во многом восстановить доверие. Об этом неоднократно здесь говорилось. Без доверия наше общество не могут функционировать. Не будет взаимодействия между различными сторонами. Компании должны пользоваться таким доверием со стороны граждан, те компании, которые предлагают цифровые услуги. При этом доверие также должно быть и к другим сторонам процесса. И вот конечная цель регулирования – это именно восстановление доверия. Ну и международный форум по интернет-управлению – это весьма единственная площадка для налаживания такого сотрудничества. Сотрудничество, между прочим, которое направлено на решение очень безотлагательного вопроса. И без такого сотрудничества просто получится, как лебедь-рак до щука. Каждый будет тянуть в свою сторону и никаких конкретных результатов это не даст. А нам нужны именно результаты. И в свое время, в рамках аналогичного сотрудничества, на самом деле, аналогичных процессов, был введен, например, запрет на определенные виды оружия. На кассетные бомбы, например. И вот сейчас нам нужно как раз такое же сотрудничество. И регулирование должно разрабатываться сообща. Может быть, будут какие-то общие нормы. В частности, я знаю, что 50 государств уже поддержали парижский призыв, который был выпущен сегодня утром. Европейские государства также создали определенную лабораторию идей, касающихся регулирования. Я знаю, что на таких платформах, как Группа 20, например, ведется такая работа. И господин Макрон говорил, например, о той работе, которая предполагается провести в этом отношении в 2019 году. В Аргентине все это обсуждалось также. Так что нам предстоит объединить наши усилия. И стимулиститно хотим, чтобы интернет приносил пользу всем и каждому. При этом, и при этом, чтобы риски, которые существуют в связи с новыми технологиями интернетом, сокращались. Вот что могу сказать. Ответ на ваш вопрос. Спасибо, господин министр. Госпожа Дорис Летар. Наша следующая выступающая. Она представляет Швейцарию. И, кстати, именно в Швейцарии, в Женеве, прошел первый саммит, всемирный саммит по обществу знаний, по информационному обществу. В прошлом году там прошел форум по вопросам управления интернетом. Так что Швейцария всегда очень активно участвовала в многосторонних международных дискуссиях по управлению интернетом. Во многом, может быть, потому что, как об этом часто говорят, и наши швейцарские друзья об этом говорят также, у них есть определенная культура, ведение такого сотрудничества, многостороннего сотрудничества. При этом в том числе и в практической области, то есть учитывая реалии на земле, что называется. Так что у вас такой подход применяется снизу вверх, как бы, вы подонторели в этой области. Спасибо за возможность выступить. Я буду выступать на английском. Я думаю, что большинство делегатов здесь на английском говорят, так что выступлю по-английски. Действительно, вы правы. У нас уже ведется на протяжении нескольких лет работа по этим вопросам. И считаем, что международный форум по вопросам управления интернетом – это весьма интересный и важный инструмент. Интерес к этому форуму большой. Количество участников в нем незаменно высокое. Так что это действует в интересе к вопросу, к той проблематике, которую мы обсуждаем. И я думаю, что в будущем актуальность форума сохранится. На форуме обсуждаются очень важные актуальные проблемы. И на самом деле в то же время стоит распространять, может быть, лучше рекламировать что ли форум. Потому что я, например, не уверена, что политики в наших странах, все политики в наших странах знают о том, что такая площадка есть. Так что нужно более активно распространять информацию о тех упрениях, которые проходят здесь, о дискуссиях, о результатах этих дискуссий. С тем, чтобы те, кто не участвует в форуме, может быть, могли бы ознакомиться с работой форума. И, возможно, это даст им желание поучаствовать в форуме в следующем году. То есть важно более активно рекламировать результаты работы форума, чтобы к форуму сохранялся интерес, чтобы больше ключевых игроков в нем участвовало, чтобы политический интерес сохранялся. Когда мы в Женеве провели форум, там был запущен женевский призыв, так называемый, генеральный секретарь, он там тоже участвовал. Я думаю, что все согласны с тем, что управление интернетом – это процесс, который задействует различные институционные стороны, задействующих участников. Но что это конкретно означает для ООН? Что это означает конкретно для правительств, для политиков? Потому что, знаете, если вы зададите этот вопрос политикам, они, может быть, даже не смогут на него ответить. Мы в Женеве действительно проводим целый ряд, очень много консультаций на основе многостороннего подхода. Но в других странах представители различных ведомств, агентств практически не задействуют друг с другом. В том числе и в вопросах, связанных с управлением интернетом, нет взаимодействия между ними и гражданами. Так что в отношении налаживания действительно многостороннего сотрудничества нам предстоит еще немало поработать. И даже если сотрудничество такое ведется в каких-то других областях, в цифровой сфере, пока еще нельзя говорить о том, что наличествует действительно многосторонний подход к решению проблем. При этом важно разработать такие принципы, которые могли бы применяться в разных странах. Например, в которые можно было бы применять и Буркина-Фасо. Вот мы выслушали выступление министра Буркина-Фасо в других странах, в других континентах. Сотрудничество должно также ставить перед собой целью лучший доступ к цифровой среде, создание соответствующей инфраструктуры. Потому что действительно немало у нас еще регионов в разных странах мира, где нет интернетной инфраструктуры. Теперь, повышение доверия. Конечно же, это очень важный принцип, я думаю, вы со мной согласитесь. Права человека. Это также очень важная сфера, важная проблема. И насколько все это применимо к роботам, например. Здесь возникает вопрос этического характера. И вот все это так или иначе соотносится с интернет-управлением, к нему относится, его касается. И вот для решения всех этих вопросов нам нужно налаживать более активное сотрудничество. Мы готовим документ по, собственно, результатам того процесса сотрудничества, который мы запустили в рамках Женецкого призыва. Есть у нас проект этого документа, который мы представим в апреле. Ну и уже затем будем продолжать дальнейшую работу. Посмотрим, чего нам удалось достичь. И будем продолжать наши усилия. Ну и тем самым на следующем форуме в Берлине мы сможем дополнительно это все обсудить. Спасибо большое за ваше выступление. Мы продолжим на английском, наверное, потому что раз у нас демократия, то раз большинство у нас оглоговорящих, делегатов, давайте на английском пока будем продолжать. Пока, по крайней мере. Наш следующий оратор, господин Кристиан Хирте, госсекретарь Федерального министерства по экономическим вопросам и энергетике, Германия. Так что он наверняка нам будет рассказывать о реалиях его страны. И, кстати, следующий форум действительно пройдет в Германии. И, может быть, вы также расскажете нам о том, почему вы решили себя провести, к себе пригласить этот форум. Почему такой большой интерес к нему и на вашей стране. Мы знаем, что в Германии цифровые технологии развиваются очень динамично, это очень динамично развивающаяся отрасль. Ну и несколько слов скажите, пожалуйста, также о том, как эффективно наладить сотрудничество между различными заинтересованными сторонами. Большое спасибо, дамы и господа. Я хочу поблагодарить Францию за то, что она принимает форум в этом году. В следующем году форум пройдет в Германии, как уже неоднократно говорилось. И мы наверняка немало позаимствуем у Франции, у Швейцарии, с тем, чтобы наш форум также прошел на таком же высоком уровне. Как нам улучшить форум, укрепить его, чтобы он был более эффективным, давал больше результаты на национальном уровне, на международном? Вопрос здесь действительно в том, как это сделать, потому что форум очень важен. Это платформа, где мы обсуждаем будущее интернета. И здесь как раз очень важен многосторонний подход. Нет такого места, где представители правительства, гражданского общества, бизнеса могли бы все вместе собраться на на международном уровне и обсудить эти проблемы. Проблемы, связанные с интернетом, с переходом на цифру. В контексте цифровизации и того, что она задрагивает всех нас, нам нужна именно такая площадка. Интернет – это система, от которой наши общества очень сильно зависят. И в то же время существует ряд вопросов. Это и права человека, и доверие, и кибербезопасность, и справедливая конкуренция, разработка новых технологий и так далее. Вот почему интернет-форум так важен. И этот форум, собственно, является площадкой, где встречаются различные специалисты из различных областей. Диалог здесь открытый, инклюзивный, идет обмен опытом, обсуждаются и выявляются новые вызовы, вызовы, которые, может быть, в будущем появятся. И также здесь проводится в жизни видение такого интернета, который был бы открытым, полезным для всех, свободный от дискриминации, цензуры и пропаганды, и ненависти. Однако мы должны помнить о том, что форум не только прозвучается для того, чтобы выявить проблемы, но также для того, чтобы распространить осведомленность об этих проблемах среди широкой общественности. Это тоже часть его задачи. И здесь нам предстоит поработать еще больше, интенсивней. Нам необходимо повысить уровень представленности на форуме представителей определенных групп. О чем идет речь? Во-первых, это юг, страны юга. Их нужно увлекать гораздо более активно в этой дискуссии. Представители бизнес-сообщества, представители правительства. Франция вот здесь нам показала хороший пример. Господин Макрон, президент республики, здесь выступал. Правительство Швейцарии в прошлом году также было представлено на очень высоком уровне. И мы намереваемся продолжить в том же духе в Германии в следующем году. Будет у нас и дискуссия высокого уровня. Считаю, что это привлечет большое внимание к форуму. Чем выше уровень участников, тем больше интерес, и тем больше пресса об этом говорит. В результате, те темы, которые обсуждаются на форуме, публика будет о них осведомлена лучше. Но к этому всему нужно готовиться заранее. Нужно разработать программу форума, его содержание, по-новому, может быть, оформить дискуссии, сделать сессии более интерактивными, или чтобы публика все это легче, проще, более эффективно воспринимал. И мы извлекли для себя уроки очень полезные из того, как проводился форум в Швейцарии, во Франции, и намерены этот опыт реализовать и в нашей стране. Есть доклады также по результатам сессии, стандартизированные доклады. Это хорошая практика. Но мы считаем, что в любом случае необходимо всячески распространять результаты работы форума и всячески рекламировать это в той же прессе. Нам важно в будущем для сохранения актуальности форума продолжать привлекать все ключевые и интересные стороны к этому форуму. Я так понимаю, что это одна из целей новой церевой рабочей экспертной группы ООН по цифровизации, цифровой технологии. И мы будем сотрудничать с этой группой экспертов в преддверии подготовки нашего форума. Также будем сотрудничать с Швейцарией, с Францией, опираться на их опыт в пройдении нашего форума. Теперь намерены также и дальше основывать форум на многосторонние модели с привлечением высоких представителей различных групп, правительств в том числе. Надеемся, что вы все будете участниками следующего форума по вопросам управления интернетом в Берлине. Будем очень рады видеть вас там. С нетерпением ждем вас. Спасибо. Большое спасибо. Да, я тоже полон нетерпения. Но сначала нам нужно парижский форум завершить. Эндрю Салливан. Рада приветствовать вас. Вы недавно присоединились к интернету обществу, к интернет-социайте. Хотя, конечно же, в сфере интернета вы не новичок, настоящий эксперт по интернет-вопросам. Вы очень много работали по тому, что мы по, собственно, глубинным механизмам функционирования интернета. Вы занимались как бы подоплекой, изнанкой интернета. То есть вы занимались, собственно, теми вопросами, которые остаются за кулисами, которые публика, обычная публика не видит. То есть вы, как никто другой, знаете всю подноготную интернету, знаете, благодаря чему, собственно, он функционирует, каковы глубинные процессы, которые проистекают в интернете. И это же касается, наверное, интернет-управления. То есть вы занимаетесь, наверное, вопросами не только самой инфраструктуры, того, как все это работает, но также и какими-то политическими вопросами. Спасибо. К сожалению, на французском я выступать не смогу. Сами видите, почему. Французский у меня совсем плохой. Так что перейду на английский. Если кто-нибудь меня услышит из моих бывших одногруппников университетских на французском, будет весьма недовольный. Так что буду на английском выступать. Итак, форум. Он касается, прежде всего, интернета. А интернет – это комплексное понятие. И мы об этом часто забываем. Потому что вот мы говорим об интернете, как будто бы это был какой-нибудь объект, типа или предмет, вроде стола или стула. Нет, это совсем не то. Интернет – это сеть сетей. Это что-то, что мы используем постоянно, все время. Читаем электронную почту, используем интернет. Маме звоним с границы, когда находимся. Тоже используем интернет. Новости из интернета берем. Хотя не всегда это, опять же, хорошо. И интернет – это такое многогранное понятие. И поэтому не всегда ясно, о чем мы конкретно говорим. И я буду говорить о том, что может форум сделать для управления интернетом. Но при этом нам нужно безотлагательно вспомнить о том, что такое интернет. Интернет – это как бы набор блоков или кирпичиков, каждый из которых связан друг с другом. Они все так или иначе взаимосвязаны. Потому что интернет – это сеть по определению. Это не есть просто какой-то узел отдельный, который работает от всего остального. Таковы технические реалии. Интернет – это сеть. И сеть без сотрудничества, без взаимодействия. Это уже не сеть, вы понимаете, да? Так что интернет по определению строится на взаимодействии. Теперь на форуме, на нашем форуме и в правительственных дискуссиях важно признавать именно это. То, что интернет – это сеть. Поэтому, как только кто-то начинает предпринимать какие-то меры, какие-то действия в интернете, он должен понимать, что это приведет к каким-то последствиям для других сторон и участников процесса. И правительство, когда обсуждают проблемы, связанные с интернетом, они должны помнить об этом. Это непреложное условие успешного решения тех проблем, которые связаны сегодня с интернетом. То есть здесь нужен правильный подход. Правильный фильтр, если хотите. Правильная призма. И что это за призма? Это вопрос, а чего мы хотим добиться, управляя интернетом. Как мы хотим общаться друг с другом? И как нам построить такую сеть, которая позволит нам общаться именно так? Так что, здесь можно действовать по-разному. Сосредоточиться на какой-то отдельной проблеме. Вот есть такая-то проблема, мы хотим ее решить. И давайте искать это решение. Но это не значит, что форум должен стать органом для принятия решений. Нет, он просто может помогать выявить какую-то проблему и содействовать поиску решения. Кроме этого, можно создавать динамичные коалиции. Группы по сотрудничеству. Есть какая-то проблема, которая интересует несколько участников, и вот они могут эту проблему прорабатывать. Кто-то приезжает на форум для того, чтобы выступать. Но важно не только выступать, а также слушать. Слушать друг друга. И вот, кстати, с этим как раз на форуме не совсем все обстоит хорошо. Может быть, это проблема в том, как организована работа форума. Мало пространства для общения. Потому что мы слушаем доклады, выступления, а при этом обсудить все услышанное, обсудить проблемы, возможностей не так уж и много. Мы сообщество. Нам нужно дискутировать друг с другом. Потому что мы сообщество экспертов. Так что нам нужно не только выступать, но также и слушать, и слышать друг друга. Вот по этой причине я как раз замолчу. Большое спасибо. Большое спасибо Эндрю. Весьма ценные замечания. Ну и раз вы закончили свое выступление, я передаю слово следующему оратору. Госпожа Лин Сент-Амур. Многие из вас знают Лин. Она председатель многосторонней консультативной группы форума. Форума активно участвовала в работе форума. Участвует в работе форума уже много-много лет. Также занимала в руководящих должностей войсок в интернет-сайте. И сейчас выступит именно она и расскажет нам о том, как нам сделать так, чтобы те темы, которые мы обсуждаем на форуме были понятны. Чтобы то, что мы говорим здесь, было понятно для всех участников. Как улучшить процесс отбора тем. И как сделать так, чтобы форум, его работа была понятней для широкой общественности. Большое спасибо, Пьер. Да, действительно, вы правы. Я уже давно работаю по вопросам проблематики интернет-управления на форуме. Буквально несколько слов по поводу той работы, которую провела многосторонняя консультативная группа за последние годы. Потому что есть уже конкретные результаты. И было бы интересно обсудить эти результаты с вами. С тем, чтобы мы могли продвигаться дальше. Ну, то, что касается семинаров. У каждого модератора семинара попросили, чтобы половина времени, отведенного на тот или иной семинар, отведилась именно на интерактивную часть, на общение, на диалог. Потому что диалог очень важен. Когда мы дискутируем друг с другом, получаем новую информацию, что затем позволяет нам эту информацию где-то озвучивать. Может быть, там разрабатывается политика, интернет-политика или экономическая политика. Распространять эти идеи. И в этом году 160 семинаров проводятся. И мы такое требование выдавали ко всем семинарам. Мы также провели работу с организаторами семинаров для того, чтобы посмотреть, как они делают заключительные выводы, резюме этих выводов, как они представляются. Посмотрели, что делается по линии молодежных инициатив, например, в этом отношении. Эти инициативы представлялись тоже на форуме. Так что, почему мы такую работу провели? Чтобы понять, собственно, насколько эти выводы воспринимаются широкой общественностью с участниками форума. Кроме того, мы стараемся также более тематический такой подход проводить в жизнь. Готовить также исполнительные резюме, дискуссии. Все наши сессии транскрибируются, записываются, транслируются в интернете. Мы также новый опрос разработали. И тут нам нужна поддержка как раз со стороны экспертов. Потому что пусть у вас даже будет сессия в час, и будет много участников, и они будут участвовать очень активно. Выступают все время одни и те же, как говорится. Лишь малая толика участников выступает. А наша задача какая? Сделать так, чтобы все абсолютно участники могли ответить на поставленные вопросы. Например, на такой вопрос, как «А что может экосистема форума сделать для того, чтобы достичь реальных результатов в решении той или иной проблемы?» Мы разработали инструмент как раз для опроса участников. И с помощью этого инструмента они даже могут конкретные предложения представить. То есть, что форум может сделать для того, чтобы добиться результатов той или иной области? В конкретном отношении. Очень много есть других рабочих групп, стратегической рабочей программы по сбору средств, по сбору предложений и идей. Мы проводим мероприятия по обзору проделанной работы. Мы размышляем о том, какие вопросы лучше решать, какими методами отслеживаем всю проделанную работу с нашими рабочими группами. Один из таких стратегических приоритетных вопросов – это вопрос, как привлекать участников, заинтересованных сторон к нашей работе. Это могут быть вузы, какие-то исследовательские институты, НПО, правительство, частный сектор на высоком уровне. И каким образом привлекать тех, кто еще в этом процессе не задействован на какие-то марганализованные сообщества. Например, вот такой стратегический вопрос. Кануне форума управления интернетом. Раньше мы проводили целый день таких встреч, обсуждений. Сейчас стало меньше. И в какой-то момент мы решили, надо экспериментировать больше. В Женеве с Шнайдером мы говорили о том, какой самый подходящий формат для подобного рода встреч. Я думаю, нам необходимо понять. Мы здесь собрались, чтобы обсудить насущные вопросы. Правительство требуется больше и больше информации. Мы эту информацию предоставляем. Мы являемся той же самой платформой, которая как раз и призвана эту информацию генерировать. Но какие-то клише стоят на пути плодотворного осуществления по остальных перед нами целей. Например, все хотят выступить с ключевой речью. И не все заинтересованы в том, чтобы быть просто участником дискуссионной группы. Но есть такая ежегодная встреча, как наш форум. Но в том, что есть 110 региональных инициативных молодежных групп. Есть стратегические инициативы. Очень много происходит всего в этой области. Хотелось бы гораздо вполне как-то их отражать, за ними следить. Вот мой комментарий. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо, Лин. А теперь у нас полчаса для того, чтобы обменяться мнениями с залом. Итак. Первый вопрос. Да, прошу вас. Добрый день. Спасибо, что дали мне возможность задать этот вопрос. Я генеральный директор Совета министров Ливана. Я в 2014 году присоседательствовала на форуме. И после того, как сегодня перед нами выступил президент Макрон, после дискуссий первой группы, и выслушав презентации второй дискуссионной группы, мы отмечаем для себя, что есть определенные идеи, связанные с риском балканизации интернета, как говорил господин Адриан. То есть звучит это угрожающе. Это делегации российская, делегация китайская. Согласятся с тем, что прозвучали в этих странах уже идеи создать отдельный интернет. Настало время реформировать форум направления интернетом, чтобы он стал органом регулирования интернета. Подождите, я продолжаю, еще не закончен. Я хотел бы оглянуться назад на историю форума. Это всегда была платформа для дискуссий. Этот форум, в котором мы сегодня принимаем участие, в 2015 году пришел к концу своего мандата. Если этот мандат не был обновлен, то мы бы здесь сегодня с вами не собрались. Это форум, где мы обсуждаем насущные проблемы, обмениваемся мнениями. Честно говоря, господин Адриан должен признаться, мы не знаем результаты наших дискуссий, чему потом служат. начиная с 2016 года этот форум продолжает объединять людей, которые иногда с большими сложностями столкнулись, чтобы сюда приехать, какие-то стипендии изыскивают, чтобы поучаствовать в этом форуме, где представители бедных стран и богатых собираются вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. И когда мы... Подождите. Когда мы говорим о регулировании, мы говорим о работе авторитарной, это формальные рамки, которые требуют финансирования, требуют участия государств, которые требуют какой-то власти. Это нечто совсем иное, если не похоже на традиционную структуру форума. Посмотрим на декларацию тунисскую, которая дала толчок к созданию форума. Мы помним, что в тот же момент положено было начало укрепленному сотрудничеству. Я попрошу вас закончить ваш вопрос, чтобы вы могли перейти к дискуссии. Да, я закончу, с вашего позволения. Я думаю, что форум должен остаться структурой, позволяющей вести дискуссии, вести диалог, вести обсуждение, как это всегда и было. И надо подумать о том, каким образом усиленное сотрудничество между странами может быть организовано параллельно. То есть что произошло в 2014 году, что произошло недавно в Дубае, США не согласились. Спасибо, спасибо большое. Если кто-то хочет ответить по усиленному сотрудничеству. Есть у вас какие-то соображения, господин министр, госпожа Сантамур? Я буквально пару слов хотела сказать. Может быть, меня неправильно понял наш ливанский коллега. Я не собирался вмешиваться в процесс функционирования форума. Ну, было сформулировано два предложения. Одно из них не заключалось в том, чтобы превратить форум в регулирующий орган, но то, чтобы форум помог собрать предложения, которые способствовали бы регулированию, подпитывали бы этот процесс. И с другой стороны, второе предложение заключилось в том, чтобы форум при желании мог бы способствовать своего рода созданию наблюдательной структуры за соблюдением парижского призыва, который сегодня утром был сформулирован. Эти предложения, может быть, не совсем соответствуют толкованию, с которым выступили вам. Я прошу у вас прощения, потому что мне, к сожалению, не удастся, наверное, до конца этой дискуссии здесь с вами остаться, потому что, чтобы не опоздать на встречу-встречу, я вынужден буду вас покинуть. Спасибо. Я дам вам слово еще в заключение нашей дискуссии выступить с комментарием, но сейчас мы дадим возможность задать еще вопросы нашей аудитории. Я САЮР, и думаю, что мы сейчас говорим о том, как укрепить управление интернетом. Меня удивляет то, что в президиуме находятся только представители развитых стран. Мне кажется, нужно привлекать развивающиеся страны к тому, чтобы обсуждать дальнейшее развитие управления интернетом. Мы же говорим о привлечении большего количества заинтересованных сторон. Странно, что такой эксклюзивный состав участников дискуссии у нас сегодня получился. Мне кажется, что все голоса должны прозвучать на этом форуме. И из развитых и развивающихся стран большое спасибо. Очень короткое объяснение. Здесь у нас представляют три участника нашей дискуссии прошлого, нынешнего и будущего. Хозяина форума стран, которые проводят форум у себя, представители международной организации, которая в частности представлена и в Африке, и, конечно, группа консультативная, многосторонняя консультативная группа имеет много африканских членов. То есть, эти организации являются глобальными организациями, они представляют развитые или развивающиеся страны. Спасибо, господин председатель. Мне зовут Изабель Дюран. Я представляю конференцию ООН по торговле и развитию, которая в частности занимается поддержкой развивающихся стран, в частности, в области законодательства, каким образом бороться с киперпреступностью, как депутировать законодательство к проблематике защиты данных. И работа с развивающимися странами показывает, насколько многосторонний подход является проблематичным, потому что очень часто компетенции, связанные с цифровыми режимами торговли, очень часто являются вторичными. И я, конечно, приветствую инициативы, предложения, направленные на то, чтобы наш форум стал местом, где высказываются конкретные предложения на всех политических уровнях. Я ни коим образом не хочу критиковать участников данной дискуссионной группы, но мне кажется, если бы представители развивающихся стран могли быть задействованы в этой дискуссии, необходимо как-то идентифицировать контакты с ними, потому что цифровой разрыв настолько огромен сейчас, что нужно срочно что-то предпринимать в этом отношении. Так что я такой комментарий хотела высказать, потому что мы очень много занимаемся работой с правительственными развивающихся стран, и эта тематика нам очень близка. Спасибо большое. Господин министр, я благодарю вас за участие. Я знаю, что у вас есть другие обязанности. Благодарю вас за участие. А теперь передам слово для заключительных замечаний и, может быть, ответов на те вопросы, комментарии, которые здесь прозвучали. Кто у нас начнет? Ну, что ж, я начну. Я думаю, что действительно инклюзивность очень важна. Секретарь ООН говорил о том, как важно использовать технологии для того, чтобы и развивающиеся страны могли осуществить ЦУР, технологии должны послужить мостами для того, чтобы развивающиеся страны могли ускорить свое экономическое развитие. Я надеюсь, что они не сделают те же ошибки, что сделали в свое время наши страны, и при помощи цифровых технологий смогут достичь ускоренного развития. По изменению климата Парижское соглашение было принято в рамках обмена мнением на форуме, где очень много неформальных каких-то было обменов информации. Вот это хотелось бы отметить в адресе ливанского коллеги. Возможно такое смешание формальных и неформальных подходов, когда есть конкретный какой-то результат. и взаимодействие на самом таком неформальном уровне. И, может быть, можно задуматься о форуме как о платформе для дискуссий, но в то же время форум мог бы стать и платформой, где правительство, регулирующие органы, могут какие-то советы получать от гражданского общества и от других соинтересованных сторон. Как только что было сказано, форум является многосторонним форумом, который направляет политиков, направляет стратегов. И Германия хотела бы пригласить высокопоставленных представителей стран на министерском уровне на наш форум в Берлине. На следующий год нам бы хотелось, чтобы политики выступили. Перед нами политика необходима для того, чтобы идеи воплощались в законы. И хотелось бы парламентария привлечь парламента к этой работе из разных стран для того, чтобы обсудить те темы, которые у нас ставятся на форуме в адрес коллегии с ЮАР. Я могу сказать, что мы в Германии считаем, что очень важно как можно шире формулировать повестку дня и дать возможность максимально количеству интересованных сторон участвовать в форуме. И мы предусматриваем возможность оплатить для некоторых участников расходы на транспорт и на проживание для того, чтобы они могли к нам присоединиться. Я знаю, что для многих интересованных сторон это может достаточно дорогостоящим предприятиям участие в форуме. в Берлине. И нам бы очень хотелось, чтобы малые и средние предприятия также активно приняли бы участие в следующем форуме, чтобы мы задумались над особой роли технологии в развитии малых и средних предприятий. мы должны думать не только о крупных компаниях, но и о МСП. И последнее, что я хотела отметить, мы считаем, что форум должен, конечно, обсуждать и проблематику искусственного интеллекта. Это одна из крупнейших тем, которая в будущем будет становиться все более важной. И нужно задуматься о том, каковы будут последствия развития. Спасибо большое. Мне кажется, есть возможная связь между организацией, такой фрагментацией интернета и теми предложениями, которые здесь прозвучали. Сообщество интернет очень много сил и средств тратят на это, чтобы поддерживать всеобщую соединенность и возможность доступа к интернету. Не только потому, что мы считаем, что интернет для всех, хотя, несомненно, это один из главных наших принципов, но многообразие является одним из основополагающих принципов интернета. Интернет лучше становится, если он более многосторонен, если больше мнений в нем высказывается. Именно поэтому мы так преданы этой идее. И если мы вернемся к вопросу об организации интернета, поскольку интернет является сетью сетей, он практически по определению является фрагментированным. что если у вас есть принтер, вовсе вы можете распечатать что-то из интернета, но не обязательно все, что у вашей сети хранится, попадает в всеобщий доступ. И это нормально. Но ограничивать их в доступе к интернету было бы очень неправильно, потому что тем самым людей лишали бы возможности пользоваться этим прекрасным инструментом. Поэтому мы даем людям доступ к интернету для того, чтобы они могли этим прекрасным инструментом пользоваться. Есть проблема. Есть проблемы с инклюзивностью, проблемы с гиперпреступностью, но для них можно искать решения, а не стараться разбивать интернет на мелкие кусочки, которые контролирует ограниченное количество людей. То есть вот этой ошибки нужно избежать. Мы должны сделать интернет таким прекрасным пространством, чтобы от него людям не хотелось отсоединяться. Со временем, если нам удастся этого добиться, если интернет станет более многообразным местом, тогда и состав дискуссионной группы, соответственно, изменится. Спасибо большое. Я пользуюсь тем, что у нас осталось несколько минут для того, чтобы дать слово госпоже Сантамур. Лин, прошу вас. Спасибо. Зачем, собственно говоря, понадобился форум по управлению интернета? Потому что очень многие проблемы, с которыми столкнулись, мир столкнулся с ними впервые. Технические вопросы, этические вопросы, социальные вопросы, диалог в данном отношении очень важен слушать, очень важно. Мы не просто ток-шоу здесь из себя представляем. Вас, может быть, интересует разработка политики или регулирование. Но мы обсуждаем эти вопросы все вместе. Мы пытаемся сделать форум максимально инклюзивным для тех, кто может сюда приехать, для тех, кто в онлайне за нами следит. Мы очень благодарны Франции за то, что она согласилась у себя провести этот форум. Долго мы не могли найти место, где провести наше мероприятие. Еще масса других регионов могли быть провещены к этому мероприятию. Швейцария нас выручила в прошлом году, когда мы искали место проведения. В этом году у нас опять долго не принималось решение о месте проведения. И вот Германия давно уже к счастью предлагала у себя провести это мероприятие. Но мы очень хотели бы в других регионах проводить наш форум. с удовольствием рассмотрели другие предложения. В этом году не был утвержден отчет по целому ряду деятельностей, которые мы вели. Хотя очень много полезного можно было бы извлечь для себя из этой деятельности. Мне кажется, сообщество управления интернетом могло бы что-то для себя извлечь из проделанной работы и задуматься о том, как можно взаимодействовать с правительственными, как им помочь и как выполнить тунисский мандат. Я могла еще долго говорить на эту тему, но сейчас остановлюсь, чтобы дать возможность выступить другим. Спасибо большое, Лин. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Большое спасибо всем участникам дискуссии и всем приятного вечера. Спасибо. Спасибо. .